Это питательная смесь, просто для того, чтобы питать животное. Котенок-барсик мужественно переносит процедуру. Из капельницы в ослабленный организм животного поступает питательная жидкость. Она восстановит силы котенка, который не ел несколько дней. В новый ветеринарный центр деревни Яковлевской местная жительница Виктория Борисова обратилась серьезно беспокоить за здоровье питомца. Котенок три дня не ел, похудел очень сильно. Родители испугались, повезли его в ветеринарную клинику. Потом узнали, что в Яковлевской тоже есть. Во время осмотра врач заподозрил у барсика ушную чесотку, распространенное заболевание у кошек. Мы сейчас берем из ушей соскоб на наличие клеща от адектеса. По клиническим признакам это именно он. Но мы должны удостовериться именно лабораторным путем. Диагноз должен быть подтвержден. Мы раскатываем взятый мазок. И сейчас проверим наши догадки инструментальными способами. Вот тогда надо в лабораторию идти. В лаборатории диагноз подтверждается. Под микроскопом хорошо видны мучители барсика, микроскопические клещи. Смотрели в микроскоп, наши подозрения подтвердились. Это действительно ушная чесотка от адектоз, очень распространенное заболевание у кошек. И на основании полученного результата мы сейчас назначим животному лечение, чтобы облегчить его состояние. Поскольку это состояние, эта болезнь, она вызывает сильный зуд у животного и доставляет ему очень много беспокойств. Мы можем показать это владельцам. Владельцы очень любят смотреть, и на них производят очень сильное впечатление. И они, как правило, после этого более тщательно обрабатывают своих животных каплями от блох и от клещей. Далеко не все ветеринарные центры могут похвастаться таким оборудованием. Зачастую диагноз ставится только на основании осмотра животного. Но не только микроскопом гордится новый центр в Яковлевском. Он начнен современным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний животных вплоть до серьезных операций. Другого пациента, американского стафарширского терьера Спату, хозяйка привела на плановый осмотр. Татьяна Иванова, наученная горьким опытом, регулярно проверяет здоровье питомца. Спата собака пожила. Ей 9 лет, на человеческий возраст почти 60. До этого у меня была собака, и мы, естественно, не обращались в клинику. Уже когда стало поздно, когда уже обнаружили большой опухоль, только обратились, и уже поздно был поставлен диагноз. Собаке уже, к сожалению, ничем нельзя было помочь. Поэтому сейчас уже имея вторую собаку, уже как грамотные, мы приходим обследовать каждый год. Состояние внутренних органов собаки врачи проверяют при помощи новейшего аппарата ультразвукового исследования. Это особая гордость новой поликлиники. При обследовании врач заподозрил возрастные изменения в почках. Подтвердить или опровергнуть диагноз поможет анализ крови. Чтобы его сделать, снова в лабораторию. В помощи врачу современный гемоанализатор. Участие самого ветеринара минимальное. Зарегистрировать пациента, поместить пробирку в барабан, а дальше процесс идет автоматически. Кровь из пробирки поступает на слайд с реагентом. Результат известен уже через несколько минут. У нас уже готов результат в течение пяти минут. И результат довольно-таки такой красочный. Здесь сразу видно, где есть патологии и где нет. И расписана уже именно картина крови. Уже для доктора это очень важно, чтобы поставить более правильный диагноз. На что в итоге получилось? Ну, собака практически здорова. Согласно ее возрасту, таких кардинальных изменений в крови нет. В новой клинике есть операционный блок, где можно проводить различные виды операций, в том числе по кастрации, стерилизации, всем видам травм и повреждений, пред- и послеоперационные помещения. Есть кабинеты интенсивной терапии, функциональной диагностики. В кабинет иммунопрофилактики обращаются, чтобы сделать прививку против бешенства или других заболеваний, оформить ветеринарно-сопроводительные документы для транспортировки животных. Он имеет отдельный вход, чтобы заболевшие и здоровые животные не встречались друг с другом. Есть предварительная договоренность и решение, что жители Новой Москвы могут обращаться к нам за оказанием узкоспециализированной помощи. Ветеринарные специалисты, которые занимаются именно узкой специализацией, они готовы выезжать. Единственное, что для этого нужно сформировать заявочку, определить время, и, соответственно, в это время специалист вместе с оборудованием прибудет сюда и здесь может оказать необходимую диагностическую лечебную помощь. Ветврачи готовы лечить в Центре домашних животных всех видов, за исключением крупных сельскохозяйственных. К таким пациентам ветслужба может приехать на дом. Продолжение следует...